Загадочная цивилизация ацтеков. Это она подарила миру удивительные и необъяснимые маяки древних знаний, тайну которых наша наука не разгадала до сих пор. Великое государство ацтеков в 16 веке обнаружил разведчик новых территорий из Испании Эрнан Кортес. Но по чудовищной иронии судьбы, именно он эту цивилизацию и уничтожил. Да таким изуверским способом, что имя Кортеса можно ставить вполне в один ряд с главными людоедами истории человечества. Как исчезала в реках крови великая цивилизация ацтеков? Где спрятаны главные сокровища индейского императора Монтесумы? И правда ли, что некоторые знания, которыми обладали ацтеки, не всегда по плечу и современным ученым? Смотрим. Вы видите уникальное, даже столько золота. И почему его называли проклятым? Все началось с Христофора Колумба. В 1492 году он открыл для европейцев Багамские острова, Кубу и Гаити. Вдохновленные рассказами Колумба о новых неизведанных землях, набитых сокровищами, в Новый Свет ринулись авантюристы разных мастей. Многие из них стали конкистадорами, то есть завоевателями Америки. В начале февраля 1519 года к берегам Мексиканского залива подошли 11 испанских кораблей. Небольшая армия включала около 900 человек, 32 лошади, 10 тяжелых орудий и 5 легких полевых пушек. Командовал экспедиционным отрядом вот этот человек, Эрнан Кортес. В свои 34 года он был уже опытным завоевателем, успевшим поучаствовать в захвате и колонизации Кубы. И вот сейчас амбициозный испанец поставил перед собой грандиозную задачу – ни много ни мало покорить Мексику. И хотя официальная цель экспедиции Кортеса была принести христианство на землю индейцев-язычников, на самом деле конкистадоры мечтали только о золоте. Поначалу местное население не сопротивлялось завоевателям, так как приняли их за богом. Ведь у конкистадоров была светлая кожа, рыжие волосы и бороды. А в индейских легендах как раз говорилось о бородатах светлокожих людях, которые придут с небес. К тому же отряд Кортеса был вооружен огнестрельным оружием. А главное – у конкистадоров были лошади. Отцекам трудно было с ними воевать. Их они никогда не видели лошадей. Их пугали всадники Кортеса. Они приходили в ужас от того, что вот такие страшные четырехногие чудовища со скаленными пастями несутся на них. Это город Мехико, столица государства Мексика. Именно здесь в 15 веке располагалась столица государства ацтеков – город Теначтетлан. Сюда 8 ноября 1519 года подошел небольшой отряд конкистадоров. Им даже не пришлось завоевывать город. Ведь грозный император ацтеков Монте-Сума II лично встречал завоевателей. Конкистадорам оказали царские почести. Их разместили в одном из дворцов Монте-Сумы. Император ацтеков попытался задобрить чужих странцев богатыми дарами в надежде, что испанцы отнесутся милостиво к индейцам. Сначала было золотое блюдо с изображением солнца. Величиной – стележное колесо. Все из чистого золота. Еще больших размеров блюда было из чистого серебра с изображением луны. И дальше шли десятки крупных изделий. Но чем больше золота получал Кортес и его солдаты, тем быстрее росли их аппетиты. И тогда Монте-Сума решился на крайнюю меру. Подарил Кортесу древний изумруд. Это был мистический камень. Он был известен как изумруд божьей кары. Правда, Кортес назвал его в честь испанской королевы изумрудом Изабеллы. Охваченной жаждой наживы, испанцы захватили императора в заложники. Заставили принять присягу в верности королю Карлу V. И от его имени начали править империи ацтеков. Золото Монте-Сума они присвоили себе. Причем его было так много, что завоеватели перебирали его целых три дня. Когда население все же попыталось бороться с завоевателями, конкистадоры перебили большую часть индейской аристократии. А военачальников сожгли на костре. Был город Чулул, это священная столица индейцев мексиканских. Кортес решил дать такой показательный урок всей Мексике. Он велел собраться всем жрецам и всем вождям и правителям Чулулы на главной площади. Их схватили, разожгли огромный костер и сожгли всех там. Испанцы окружили весь город и пошли, так сказать, прочесывать его, убивая и грабя горожан. По разным подсчетам погибло 5 или 6 тысяч. Это огромные цифры для тех времен. Сам император Малтесуна погиб при странных обстоятельствах. Будучи пленником, он был убит то ли испанцами, то ли своими подданными, которые не простили императора, отдавшего страну на разграбление испанцам. Трудно представить, но всего за два года небольшая армия Кортеса практически уничтожила империю ацтеков. Где сейчас находится золото Кортеса, ради которого испанцы перебили тысячи ацтеков, неизвестно. По некоторым данным, сокровища поделили между собой Испания и США. А легендарный изумруд выкупил один из арабских шейхов. История показывает, любая, даже самая малая часть похищенного золота, не принесла счастья никому из его новых владельцев. Но это еще далеко не все мистические свойства золота, которое добывалось американскими индейцами для своих богов. Мексиканский город Гуанахуата небольшой и уютный. Однако многие именно его называют самым страшным местом на Земле. Здесь находится жуткий музей кричащих мумий. Неподготовленный человек при их виде впадает в сильнейший шок. Что же здесь происходит? Что случилось с этими людьми? Индейцы считают, мертвых оживляет золото. До прихода испанцев Гуанахуата называлось «железным местом». Тут находились огромные залежи золота и серебра, которые так привлекали конкистадоров. Предприимчивые испанцы видели в золоте только средства наживы. Однако местные жители уверены, что золото – божественный металл, способный на любые чудеса. Так считали не только они одни. Наиболее древние памятники того, что золото использовали в медицине, это можно обнаружить у древних египтян, когда, скажем, и хирургические инструменты делались из золота, и изготавливали всевозможные порошки из золота, чтобы употреблять их. Ну, считается, что, скажем, и Нефертити употребляла вот золотой порошок, и царица Савская для омоложения. Во время мумификации тело египетского фараона покрывали тонким слоем золота, которое должно было защитить его от тления. В Мексике же этот процесс был естественным, благодаря особому свойству почвы, которая буквально пропитана золотом и серебром. Более того, по древним верованиям, золото может не только сохранить тело, но даже вернуть человека к жизни. Есть удивительная легенда о Чингисхане. Когда великий полководец занемог, лекари пытались применить особый раствор – жидкую кровь. Основой этого эликсира бессмертия был золотой порошок, хранившийся в серебряных сосудах. И бабушка Чингисхана, она, в общем, знала секрет этой крови. И когда уже Чингисхан стал великим воином, стал во главе государства, бабушка умирала, она ему передала секрет, но не как изготавливать, а просто передала несколько сосудов серебряных вот с этой быстрой кровью. И объяснила, значит, что даже если ты умрешь, эти сосуды должны быть рядом с тобой, что настанет час, настанет время, когда с помощью вот этой быстрой крови тебя оживят. И ты должен опять встать, опять встать, возглавить и армию, и возглавить мир. Чингисхан пока не ожил. Но в Гуанахуата случилась одна странная история. Вы видите уникальную фотографию. Это тело Игнасии Агилляр, которая умерла в 1833 году. Когда через пять лет труп откопали, чтобы перенести в подземелье, родственники пришли в ужас. Во время похорон тело было в идеальном состоянии, а тут труп оказался страшно изувеченным. Осмотревший тело врач пришел к жуткому заключению. Игнасия изуродовала сама себя. Во время страшной агонии, пытаясь вырваться из могилы. Власти поспешили заявить, что Игнасия была ошибочно признана умершей. Женщина впала в литургический сон, а затем очнулась в могиле. Однако в этой версии есть серьезный изъян. Ведь в 1833 году в Гуанахуата бушевала холера. Она и убила Игнасию. А симптомы смертельной холеры даже самый неопытный врач сумел бы четко распознать и установить причину смерти. Мексиканцы уверены, что Игнасия Агилляр действительно умерла, а потом воскресла благодаря золоту. Но что на это скажет наука? Ученые обнаружили, что есть обычное золото и есть так называемое моноатомное золото. Они отличаются структурой. Мы не будем вдаваться в подробности атомной структуры, но вот у моноатомного золота есть замечательные свойства. Очень хороший заживляющий эффект. Заживают раны, восстанавливаются нервные клетки в головном мозге, вернее, связи между нервными клетками, что для нас очень важно. Также мозг начинает работать совсем в другом режиме. Начинают задействоваться те области мозга, которыми мы вообще не пользуемся. И древние инки, и ацтеки относились к золоту как к живому существу, которое появляется на Земле, рождаясь из других элементов. Удивительно, но в середине 19 века в это также поверили и ученые. В 1842 году молодой француз Теодор Тифро оказался в Мексике на серебряных родниках Гуанахуата. Там он слышал легенду, которая ходила среди местных рабочих, о том, что золото рождается из серебра. Если ты находишь серебро, то что ли не надо оставить, и через год придешь, и найдешь золото. Тифро решил проверить эту легенду и начал растворять мексиканское серебро в базутной кислоте. Как ни странно, но Тифро получил золото, что его окрылило. Это событие стало главной мировой сенсацией того времени. Газеты и журналы выходили с кричащими заголовками о том, что ученым наконец-то удалось реализовать мечту древних алхимиков. Получить золото из другого металла. На волне успеха предприимчивый француз решил превратить лабораторный опыт в промышленное предприятие. И он обратился к соотечественникам с просьбой оказать финансовое содействие в организации промышленной добычи золота в Мексике. Французская академия наук собрала комиссию и предоставила Тифро образцы серебра. Однако опыт успехом не увенчался. Разочарованный Тифро сказал, что это произошло из-за того, что солнце во Франции недостаточно жаркое. Вот если бы все происходило под мексиканским солнцем, то все бы получилось. Ученый логично объяснил неудачу своего опыта. Однако это не успокоило его коллег-скептиков, которые жаждали разоблачения новоявленного шарлатана. Вскоре было объявлено, как французу все-таки удалось получить золото. Золото растворяется в ртути. Когда мы видим поверхность ртути, мы видим просто серебристую жидкость. Но, исворяя ртуть, мы видим крупинки золота. Точно так же и в серебре содержатся небольшие примеси золота. Именно в мексиканских месторождениях содержание золота было достаточно значительным. Поэтому Тифро и получил его, растворяя серебро в азотной кислоте, а золото, не растворяясь в ней, так и осталось. Только через сто лет после скандала с мексиканским золотом ученым действительно удалось получить благородный металл из ртути. В 1940 году во многих лабораториях ядерной физики проводили опыты, которые должны были помочь проникнуть в тайну вещества. Специальный прибор, циклотрон, разгонял нейтроны, которые бомбардировали изотопы ртути. Так впервые из жидкого металла действительно получились крупинки золота. Современная наука доказывает, да, что можно получить золото из простого металла, неблагородного. Но это золото будет в сотни раз дороже, чем вот настоящее золото, потому что на его изготовление будет затрачено ну, столько времени, столько энергии, столько, значит, техники, что получить его просто невыгодно сейчас из простого металла. Помимо запредельной дороговизны выяснилось еще одно неприятное свойство искусственного золота. Под воздействием быстрых нейтронов получался весьма нестабильный изотоп, который всего через несколько часов начинал превращаться обратно в ртуц. Перед учеными возникла невероятная головоломка. Как же сумел возникнуть в природе стабильный изотоп золота? Золото не сам распространенный элемент. По стандартной космологической модели после большого взрыва образовались только легкие элементы. Водород, гелий, детей, литий. Но затем эти элементы под действием силы тяжести сплотились в звезды. А вот уже в недрах звезд образовались другие элементы. Однако в звездах могли образовываться элементы только до железа. А другие, более тяжелые элементы образовывались уже только в результате космических катастроф. Согласно существующей теории, золото могло образоваться только в момент столкновения двух нейтронных звезд. Во время этого столкновения вырабатывается мощное гамма-излучение. И тогда опять провоцируются ядерные реакции, которые и приводят к образованию огромного ряда элементов. В 2013 году астрофизики зафиксировались след катастрофам. Гамма-вспышка длилась всего 0,2 секунды. Но затем шел значительный поток инфракрасного излучения. Проанализировав параметры, астрофизики выяснили, что в процессе катастрофы было выброшено приблизительно 10 лунных масс золота. Самое интересное, что эта вспышка произошла приблизительно 4 миллиарда лет назад. Тогда же, когда и зародилась Земля. Изучение распространения золота во Вселенной привело к удивительным результатам. Оказалось, что наша Солнечная система является настоящей золотой аномалией. И что самое странное, как показывает спектральный анализ, концентрация золота в Солнце в два раза превышает среднюю концентрацию золота во всей стране Вселенной. Невероятно, но наша планета на самом деле является вселенским клондайком. Этот феномен позволил ряду ученых выдвинуть сходные гипотезы, что именно этот металл сыграл решающую роль в появлении человека. Возможно, да, вполне возможно. И еще, если почитать Захария Ситчина, который писал о том, что у нас на планету, с другой планеты Нибиру прибыли так называемые аннунаки, и они как раз прибыли на нашу планету за золотом. Им необходимо было золото для того, чтобы выжить на их планете. Известный историк Захария Ситчин исследовал мифологию древнего Вавилона и пришел к выводу, что боги аннунаки, описанные в легендах, это инопланетяне. У этой версии много доводов и последователей даже среди ученых. Аннунаки якобы и создали человека в качестве биоробота для добычи золота из шахт. Кроме того, для сотворения людей аннунаки также применяли золото. Золото используется и в современной геноинженерии. Метод называется ДНК-пушка. К частицам золота прикрепляются фрагменты необходимой ДНК. Они разгоняются, пробивают мембрану клетки, проникают внутрь. Золото не повреждает клетку, а ДНК заставляет работать клетку так, как необходимо современным генетикам. Допустим, что гипотеза Захария Ситчина верна. Тогда, как считает исследователь Алан Стэнфилд, при помощи подобной золотой пули технологически продвинутые пришельцы могли не только изменить геном человекообразной обезьяны, создавая людей. Они также могли вложить программу, которая будет на долгие столетия определять развитие нашей цивилизации. Мы были генетически запрограммированы. Есть что-то внутри нас, что заставляет нас жаждать золота. Поэтому люди трудятся, чтобы получить золото. Олимпиада — это стремление к золоту. Золото имеет глубинный архетипический резонанс с человеческим сознанием. В начале 70-х годов прошлого века англо-американская горнодобывающая компания проводила поиск заброшенных рудников на юге Африки. Расчет был прост. Старые рудники можно расконсервировать, и современные технологии позволят получить золото, до которого не добрались старатели прошлого. Специалисты действительно нашли подобные шахты, но их изучение вызвало настоящий шок у научного сообщества. В Нубийской пустыне, когда рассыпное золото и все, что лежало сверху, было взято, найдены шахты до 100 метров глубиной. Это все вручную, все без механизации, это вообще чудовищный уровень глубины для того времени. Кости животных из этих шахт позволили провести радиоуглеродный анализ. Именно он должен был помочь определить приблизительную дату начала рытья этих шах. Результаты были просто ошеломляющими. Рудникам было более 50 тысяч лет. Это начало верхнего палеолита. Людей тогда еще не было. Но самый большой в мире золотоносный рудник Валь Ривс в ЮАР оказался еще старше. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Золото. Согласно Библии он изготовил значит 300 щитов больших и 200 малых щитов из чистого золота. То есть это же для того чтобы сделать щит это очень большое количество золота необходимо. Щиты из золота? Зачем мудрый правитель израильского царства решил использовать для щитов золото а не железо или бронзу защита из которых была бы крепче и практичнее? Может быть Соломон знал о золоте что-то такое что не знаем мы? Ведь именно в его храме хранилась святыня сделанная из чистого золота ковчег завета которому приписывались самые невероятные свойства. Как рассказывает нам ветхий завет во время перевозки ковчега после того как филистимляне вернули его израильтянам произошел знаменательный случай баки споткнулись когда перевозили ковчег повозка наклонилась и один израильтянин история сохранила на моем имя Оза или Уза поддержала ковчег однако после этого он сразу же упал замертво как считают многие исследователи это очень похоже на то что ковчег обладал высокой радиоактивностью согласно ветхому завету все кто без разрешения прикасались к ковчегу завета погибали близко подходить к святыне могли только люди которые прошли тщательную подготовку а более того для обслуживания ковчега как рассказывает ветхий завет те же самые мастера подчеркиваю именно те же самые которые трудились над ковчегом создали и защитное деяние которому следовало подходить к ковчегу если внимательно прочесть о том что это такое или посмотреть на современную одежду жрецов то оно очень напоминает защиту от радиоактивного излучения которое используют сегодня современные физики при работе с радиоактивными материалами но почему золотой ковчег где хранились скрижа лизавета полученные моисеем излучал смертельную радиацию одна из версий гласит что в этом виновата само золото есть еще версия тоже вот в последние годы появилась о том что это даже было не просто золото вот которое использовали для создания ковчега святого а это было радиоактивное золото и вполне возможно оно добывалось там же где урановые руды залегают это вот восточной Африке в южной Африке так что вполне возможно что золото которое часть золота которое доставляли в израильское царство было радиоактивным однако есть и другая версия радиоактивным золото делало само уникальное устройство ковчега лично для меня ковчег очень напоминает термоэфференессионный генератор который используется сегодня в космических аппаратах или на крайнем севере когда необходимо получить батарейку которая работает очень долго независимо от чего в центр этого аппарата помещается радиоактивный источник в нашей технике это плутоний или полоний который нагревается и за счет этого вырабатывается электричество именно полоний обладает рядом свойств которые укладываются в гипотезу о том что находилось внутри ковчега тепловыделение этого радиоактивного элемента так велико что он плавится под действием собственной температуры для того чтобы использовать полоний его надо разбавить другими металлами наиболее подходящее для этого золото так и в современных устройствах те же датчики дыма которые ионизируют воздух за счет альфа-излучения и Аполлония используется сплав а золото с полония это выглядит как кусочек золотой фольги тем более что мы знаем что прикасаться к ней было нельзя потому что это убивало так у меня и возникла ассоциация внутренней золотой обивки ковчега именно со сплавом золота с полония по этой версии ковчег представлял собой мощнейший генератор энергии которую можно было направить как на созидание так и на разрушение как повествует предание многие враги евреев падали замертво при виде ковчега а стены иерихона обрушились когда вокруг укрепления пронесли эту святыню по мнению ученых ковчег мог использовать принцип так называемой нейтронной пушки само по себе альфа-излучение при правильном обслуживании не опасно достаточно небольшого расстояния между источником и человеком для того чтобы человек не получил никакого облучения однако если приложить к альфа-излучателю пластиточку бериллия то из бериллия выбиваются нейтроны под действием альфа-лучей и это уже гораздо более серьезно фактически мы получаем убийственный нейтронный луч в условиях земли он имеет ограниченный радиус поражения около 4 километров а вот в космосе был бы намного более эффективным так что израильтяне вполне могли иметь в древние времена очень высокотехнологичное оружие возможно золото было нужно пришельцам чтобы вести космические войны согласно этой версии именно такой технологии и поделились боги с землянами однако для любого оружия нужно средство доставки во многих мифах и легендах упоминаются различные средства передвижения которые использовали боги пришедшие с небес все эти описания объединяет одно небесные корабли пришельцев могли перемещаться с огромной скоростью и выделывать головокружительные маневры словно на них не действовали законы земной физики по мнению некоторых исследователей это был аппарат который работал на каком-то источнике ядерной энергии либо там был какой-то антигравитационный источник энергии почему потому что те люди которые его обслуживали их называли левитами а последствия левитации это в нашем понятии антигравитационные действия которые позволяют парить над землей в самом Ветхом Завете есть строчки о том что ковчег несколько дней сам без посторонней помощи двигался перед евреями еще более удивительное описание перехода ковчега через реку Иордан когда израильтяне собрались перейти реку Иордан они внесли ковчег в реку при этом течение реки остановилось вверх по течению вода осталась стеной а вниз ушла это очень напоминает гравитационное взаимодействие или какое-то силовое поле возможно тут инопланетная технология и проявила себя в действии еще одним моментом это те моменты Ветхого Завета которые рассказывают о том как несли ковчег неоднократно упоминается что ковчег шел впереди фактически не его несли а он нес людей которые были вместе с ним осенью 2016 года весь мир облетела сенсационная новость археологи впервые за сотни лет начали изучение главной святыни христианского мира гроба Господня лучшие специалисты прибыли в Израиль чтобы снять с гроба массивную плиту которая была установлена еще в 16 веке таким образом тогда пытались предотвратить святыню от разрушения гробница Христа это была не гробница иерусалимского простолюдина это была гробница по тем временам миллиардера Иосифа Римофейского который уступил свою семейную усыпальницу своему учителю Иисусу Христу вот разумеется эта гробница была оформлена со всей тогдашней роскошью и разумеется тело погребенного клали не на голый камень а на специально подготовленную плиту однако когда археологи сняли внешнюю защиту внутри гробницы обнаружили только камни и другую плиту на которой был изображен христианский крест именно этот знак по мнению многих историков указывает на то что эта плита никак не могла изначально находиться в усыпальнице ведь крест стал символом христианства только в пятом веке нашей эры но куда же делась настоящая святыня где произошло воскрешение Иисуса по мнению историка и писателя Юрия Шушкевича следы ведут в Россию где оказался не только камень сокрова Господня но и другие сокровища которые должны были превратить нашу страну в северное Эльдорадо Четвертый крестовый поход который был профинансирован венецианским государством на деньги ордена тамплиеров он тоже велся за освобождение гроба Господня однако объектом его был не Иерусалим который к то времени был уже захвачен мусульманами а православный Константинополь и вот в 1204 году европейское воинство учинило штурм и чудовищный разгром столицы восточного христианства пролились как мы знаем из летописей реки крови две святые реликвии терновый венец и плащаница были найдены и изъяты цена только одного тернового венца была сопоставима с годовым бюджетом Франции того времени потенциальная стоимость гроба Господня финансистами оценивалась в десятки раз больше однако вот ни задача ни крестоносцы ни тамплиеры ни венецианские шпионы главную святыню мира так и не нашли как оказалось он был вывезен в Россию буквально за несколько месяцев до вот этих страшных событий поскольку греки скорее всего знали о готовящейся агрессии им было важно передать преемственность не только сохранить свой ценнейший актив этот ценнейший артефакт но и создать преемственность мощному древнерусскому государству гроб Господень был вывезен в Великий Новгород мы знаем имя человека который совершил этот можно вполне сказать подвиг это был Добрыня сын воевода Ядрей субтитры создавал DimaTorzok в ходе утренней мессы по всем в Тампле за стенами Парижа в их центральном офисе выражаясь современным языком по другим местам причем эти отряды королевской стражи были направлены с запечатанными приказами опечатанными которые они должны были открыть в строго назначенное время все то есть они не знали содержания это действительно под большой секретностью было проведено король Франции Филипп Красивый расправился с орденом преследуя одну единственную цель при кармане тонны золота и других драгоценностей которыми владел орден однако короля ждало жестокое разочарование где деньги так установить и не удалось потому что странным образом ничего похожего на ожидаемые гигантские сокровища найдено не было и вот тут существует целый ряд версий наиболее распространенная и в общем-то простая версия заключается в том что деньги были в обороте просто был минимум так сказать депозитов а все так сказать было в обороте и что так сказать вот французы феодалы не сообразили этого а другая версия в том что тамплиеры спрятали заранее узнав о том что произойдет они спрятали свои сокровища в некоем потайном месте вывезли якобы легенды что какие-то телеги там накрытые соломой о том куда отправились эти телеги накрытые соломой рассказывают древнерусские летописи где упоминается о прибытии в Новгород фрусской то есть говоря современным языком французской казны и вот мы находим в новгородской летописи что в 1308 году московский князь Юрий Данилович а московские князья приглашались в республиканский Новгород для ведения суда и вопросов обороны это была традиция с древних времен встречал на Волхове некие иноземные суда это вот весна 1308 года как раз осенью что-то могло уйти и весною прибыть кружным путем через Балтику минуя страны подконтрольные Риму и вот поскольку летопись указывает что это была некая фрусская казна некие фрусские ценности то есть все основания считать что в Новгород была привезена та самая сокровенная казна однако есть еще более удивительная версия все дело в том что спасавшиеся от преследования тамплиеры привезли с собой не только деньги но и невероятные артефакты во второй части фрусской казны казны тамплиеров которая оказалась на Руси скорее всего и были вот эти механизмы или рукописи или книги папируса пергамента машины для познавания будущего которые могли это будущее предсказывать и как мы понимаем для финансистов работающих с кредитными деньгами нет ничего важнее как это будущее знать кто знает будущее тот всегда беспроигрышно делает инвестиции дает кредиты и всегда возвращает потраченные деньги с процентами но если артефакты тамплиеров способны предсказывать будущее то почему сами посвященные рыцари не предвидели происки французского короля по версии исследователей чтобы машина для предсказаний заработала необходимы были артефакты которые вместе с гробом господнем привезли в новгород но если действительно существовала подобная машина предсказаний то как она могла бы выглядеть многие эзотерические тексты связывают его с таинственным граалем согласно легендам именно этот удивительный камень упавший с неба сам выбирал тех кто должен был стать рыцарем ордена тамплиеров на нем на его грани появляется светящаяся надпись с именем страной с указанием того места где родился этот человек и так далее причем это странно честно говоря я долго думал на эту тему в свое время и мне пришло в голову что это компьютер эти же предания утверждали что обладающий граалем никогда не стареет а если человек даже смертельно ранен то долгое время остается жив если рядом этот таинственный камень но все интересно что в Страстную Пятницу каждый год прилетает с неба белоснежный голубь или голубка и приносит сверкающую обладку да обладку то есть это аналог православной просфоры да католическая обладка и кладет ее на грааль то есть я сразу подумал честно говоря давно что это зарядное устройство понимаете что это вот как бы батарейка что помогло русским князьям инопланетные технологии доставшиеся от тамплиеров или просто финансовая смекалка таких людей как московский князь миллиардер по меркам того времени Иван Калита об этом спорят бесспорно только одно именно с 14 века территория России становится настоящим магнитом для самого желанного металла на земле золото я когда-то обратил внимание ну вот исследуя старинные документы почему из южных стран это не только из Индии но из других южных стран везли какие-то драгоценные извояния из золота именно в Сибирь что это случайность вот когда идет речь ну легенда о золотой бабе значит ну я пришел к выводу что идет описание разных предметов то есть это идолы которые наверное не одна не одна тысячелетия эти идолы хранились где-то в разных южных странах в том числе и в Индии в Тибете почему по какому-то сигналу в средние века вот эти извояния стали отправлять на север согласно подсчетам историков за все время существования человеческой цивилизации было добыто такое количество золота что если сплавить всю эту массу в один монолит то получится куб со сторонами 20 метров золота было очень немного и при этом мы не знаем куда оно делось более того золото продолжает исчезать и сейчас мы не знаем куда делся золотой запас царской России мы не знаем что творится золотым запасом Америки в октябре 2009 года министерство финансов США из хранилища расположенного Форте Нокс отправило в Китай партию золотых слитков проверив первые образцы китайские эксперты испытали настоящий шок китайцы поначалу попали именно тем знаменитым нашим словом попали когда они взяли купили золотой запас у американцев а и им втюхали в финансы с войны и я из-за ее нагревс rating misunderstand В небе над форт Ноксом, где находится золотой запас Америки, был замечен странный объект дискообразной формы. На перехват ему было отправлено четыре истребителя. Приблизившись к объекту, летчики установили, что это не воздушный шар, а металлический объект огромных размеров. Командир звена Томас Монтелл попытался подлететь к загадочному объекту, но при приближении вся аппаратура вышла из строя, самолет сорвался в неуправляемый штопор и разбился. Пилот погиб. Это было первое, но далеко не последнее появление НЛО над форт Ноксом. Вот одно видео, сделанное совсем недавно. Это праздничный салют в честь независимости США. Чуть в стороне от вспышек фейерверка видны три светящиеся точки, которые словно зависли в небе. Вообще, мне эта ситуация очень напоминает использование людьми пчел. Люди строят ульи, подсаживают в маток, при необходимости подкармливают, даже чему-то учат, разводят огороды вокруг. А пчелы носят мед. Когда пчеловоду необходимо, он откачивает мед, оставляя немного пчелам для того, чтобы те жили и выполняли свои функции. Возможно, инопланетяне точно так же рассматривают человечество. Мы носим необходимый медок. А если этот мед – это золото, то, соответственно, инопланетяне помогают нам строить золотые хранилища. Развивают наши технологии для того, чтобы мы могли золото собирать как можно более эффективно. И периодически, время от времени, запускают руку в наше хранилище, оставляя нам лишь то, что необходимо. На их усмотрение, не на наше. Но что будет, если пришельцы заберут все золото, добытое человечеством? Но и этого окажется мало. Ответ может быть шокирующим. Ведь в дело может пойти сам человек. Но что будет, если пришельцы соберут все золото? Оно будет им необходимо еще. В этом случае может пойти в дело и вся биомасса. Так, например, человек содержит 10 миллиграмм золота на 1 килограмм веса. Таким образом, пришельцы могут использовать нас точно так же, как мы используем бактерии. Когда придет время сжатого, вся биомасса может быть собрана, и из нее вышли необходимые вещества. Как показывают расчеты, золото при этом будет добыто порядка 70 тонн. Уничтожение человечества и всей биосферы Земли ради прибыли космических старателей все это напоминает сюжет фантастического фильма «Ужинца». Однако для древних индейцев майя и инков эта версия не показалась бы выдумкой. Ведь все свое золото они хранили именно для богов. И знали, что если этих драгоценностей окажется мало, боги могут рассердиться и наказать людей. Ну и, пожалуй, еще одна невероятная загадка древних индейцев. Это захоронение легендарного индейского императора Пакаля. Вот посмотрите, на рисунке, который выбит на нангробной плите, ясно читается силуэт пристегнутого кресла вполне современного пилота в скафандре. На нем как будто дыхательный аппарат, а рядом пульт управления, а позади сопло с реактивными струями. Но разве могли древние индейцы, которые не знали даже, что такое колесо, придумать такое много сотен лет назад? Именно эта находка, кстати, считается самым весомым аргументом в пользу гипотезы о том, что тысячи лет назад индейцы оказались свидетелями посадки инопланетного корабля с пришельцами на борту. Именно их они и приняли за боков, спустившихся с небес, а потом изобразили этот корабль на надгробной плите своего императора, который, кстати, вполне, как считают некоторые исследователи, и мог прилететь на нем, а уж потом возглавить местных аборигенов. Если вы хотите получить наиболее полную и исчерпывающую информацию о том, были ли контакты с инопланетянами, кто занимался поиском внеземной жизни, и есть ли хоть одно вещественное доказательство инопланетных контактов, вот эта книга просто незаменима. Название «Тайны пришельцев» пусть вас не смущает. Никакой фантастики. Работа эта строго документальна. В ней мы впервые публикуем рассекреченные документы из архивов военной разведки. Приводим свидетельства руководителей и участников секретных программ. Рассказываем, как с поиском пришельцев обстояло дело у ЦРУ и британской разведки. Ищите книгу на книжных полках или в интернет-магазине «Лабиринт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова